Приветствую всех, с вами Низерамас, мы продолжаем проходить Крештин Рейсинг. На очереди у нас первый варп рум, так называемый, первая зона, первый уровень на монетку. На очереди у нас первый варп рум, так называемый, что некоторые буквы тяжело найти. Как бы намекает нам Аку-Аку. В общем, нужно найти три буквы на карте и приехать первым. То же самое, что обычный, просто с буквами. Так, ну первый круг у нас сбор буковок. Первая. Ага, вторую я не собрал. Надо будет потом за ней обязательно же вернуться. О, вот. Активировалось. Видите, вот эта надпись Turbo? Я просто специальный код ввёл. Она ничего не даёт, просто вот показывает надпись. Просто для интереса. Ага. Так, если я на следующем круге не соберу... Угу. Придётся уже переигрывать. Да нахрен от меня. Эх. Вот чуть-чуть. Зато хороший бонус дали. Да, вы обдолбались совсем, да? Да. Да. Ну, я ещё и по ящикам промазал. Короче. Так, три Turbo. Ну, вот, собственно, этот счётчик, я имею в виду, я хотел сказать, что начинает отображаться, по меньшей мере, когда будет три Turbo. Причём, в какой-то определённой последовательности. То ли мощных нужно. И вот наша монетка. Красненькая. Это важно. Собственно, можно заметить... ...такое небольшое... ...забавное... ...примечание, что... ...цвет монетки соответствует цвету вот этого круга вокруг портала. Это тоже немножечко важно. Чуть-чуть. Ну, правила на релик здесь абсолютно такие же, как в третьей части. То есть, тот же уровень, собирая ящики, как можно быстрее. Только у нас здесь противников не будет. Так, первый раз я еду в самые неудобные ящики. Собираю его, на мой взгляд. О, прекрасно. Давай запрыгнуть с такого низкого разгона. Так, ещё вот здесь вот коробочка приныкалась. Отлично. Так, сейчас и разбираем самые большие коробки. Самые маленькие оставляю на последней. ...перед финишем, не имею в виду. Потому что перед финишем много секунд нам не надо. О, можно было утонуть, по-моему. Понятно. Ну, первый уровень, в принципе, очень несложно пройти. Я помню, я его на палатин проходил, даже не собирая все ящики. А куда этот ящик? Пять штук. А тут же я всё собрал. Уже забыл немножечко. Так, ну и... ...первый уровень пройден. Идеально. Это за то, что я все ящики собрал. Мне снижают 10 секунд от моего времени. Вот если абсолютно все собрать. Поэтому иногда даже стоит собрать ящики... ...какую-нибудь там одну секунду, которая неудачно где-то стоит... ...на которую больше потратишь, чем соберёшь. Чисто ради этого бонуса. Так что, в итоге, вполне себе окупается. Так, ну я нажму retry, но на самом деле я выход сделаю. Через здесь. Потому что, если я вот нажимаю выйти через... ...ну, выйти в меню сразу, то если мне надо реально переиграть... ...у меня курсор будет стоять автоматически на... ...выйти, придется переигрывать, ну, пересходить уровень. ...давай, в одиночке, в одиночестве Гордон стоим. Ну, первый реликт, палатина. Ну, это была простая палатина. Вот это, по-моему, начало вот этого совета выдал. То есть, вот, вот этот занос сказал. Теперь второй. Естественно, сначала монетка. И, во-первых, потому что она по порядку первая. А, во-вторых, потому что после нее меня не спаунят на вот этом подиуме. Победном. То есть, я сразу около уровня становлюсь. Так, это вообще удачно. Эту монетку не очень приятно собирать. Все-таки нужно хорошее ускорение иметь, чтобы так допрыгнуть. А маска, помимо полной неуязвимости, дает ускорение. Это, кстати, как по-моему и в классическом бандикуте так было. И вот третья буковка. Ну, теперь моя задача просто доехать на первом месте. Естественно, если я просто приеду на первом месте, не собрав хотя бы одну букву, или заберу букву, но приеду на втором месте, мне, естественно, никакой монетки не дадут. Неплохой, кстати, счетчик у меня набрался. 54 штуки на втором уровне. Ну, я уверен, я плохо очень играю. Относительно тех, кто реально хорошо играет. Вот сейчас в конце посмешно было бы врезаться в стены и из-за этого проиграть. Ну, собственно, зеленая монетка получена. Ой. Я не тот стик нажал. Ну да, на реликвию едем. Ну да, на реликвию едем. Так, вот это немножечко... Будет посложнее? Возможно. А может быть и нет, в принципе. Да, я сейчас сначала опять же стараюсь собирать ящики, которые находятся совсем далеко от моего места прохождения уровня. Мяукнули на ящих. Мне казалось, я не допрыгнул. Понятно. О, нам неудачно там придется подостановиться в конце. Так, ты здесь? И давайте перегнаем. То, что в двух местах останавливаться, это уже явно не пахнет победой. Давайте даже без вот этого проедем. Вот одну граниточку соберем с одной стороны. На втором тоже, я думаю, проеду без за это ускорение. С целью так же подсобрать. О, нормально. Задел. Отлично. Один ящик остался из вот этой секции. Фух. Как сейчас тупо было бы не собрать его. Так, три коробки еще. Так, две. Ага, одна вот здесь и одна прямо перед финишем. Ммм, замечательно, даже хватило. На платину. Так, новые очки. Ну, очки мне как-то не очень-то важно. Я ни с кем соревноваться не собираюсь. Так, второй уровень пришли. Шикарно. Сейчас остри. На conversion. Грустная сумма. Грая. Грая. Кудаığın toxins случились. Эта «Вона»-а. Воуна. С Турбо-Боуст. Грая. Пусть-а. Власть-а. Влёт-่. Жизнь. Грая. Служна. И, груза. Да. Ну вот, грубо говоря, второй кусок совета по поводу вот этого, типа во время заноса нужно дождаться, когда дым станет чёрным, и после этого нажать другую кнопку, это будет ускорение. Ну, в русском у меня там, по-моему, как-то очень странно это было описано, что... Ну, либо я просто тупой был и не понял. Так, это у нас монетка. Разошлись, наверное. Разошлись, я сказал. Надо попасть на поднятую платформу. Так, я не помню, где ещё там буква. Точнее, где вообще буква? Да, здрасте. Восьмое место. Окей, седьмое. О, кстати, буква. Как офиг. В принципе, то, что у меня сейчас такое место, это вообще ничего плохого не означает. Это означает ровно то, что пофиг на место. Ну, вот он. Забавно, что раскиданы они вообще в каком-то непонятном порядке. Отлично успел. Всё. Ох. Просто всех врагов зашкуривая, они как-то медленно начинают ехать. Ага. Бедная кока. Чем-то она, видимо, сейчас крышу очень насолила. Да, можно бомбами сбивать. Ну, эти... Летящие ракеты. Походу, кока решила собирать весь мусор, который крыш оставляет. Так, пура, я не понял, что за нахрен. Что за нахрен пура тут? Кока, ты чё, издеваешься, что-то? Не, она реально решила собирать все бомбы, которые я тут выкидываю. Лучше бы вот этот тип собрал. Он собрал. Нормально. Он чё-то на этой карте очень хорошо как-то гоняет. Именно он меня тогда погнал. То есть ставить динамит во время прыжка с этой платформы, это плохая идея. Хоть предметы тут могут в воздухе висеть, но если поставить его вот на эту платформу, которая поднимается, опускается. И, по-моему, там то ли чай пахает, то ли ещё что-то, то бомба сразу взорвётся. И, ну, нетрудно предположить, что бывает, когда бомба взрывается. Так, на реликвию. Вот сейчас уже поедет боль. Маленькая. Немного. Так, я не помню даже, где тут ящики плохо расположены. Так, вот этот. Там, в принципе, хорошо заметен. Ага. Так, вот сюда надо два раза будет съездить. Запомним. Так, пока что-то не замечаю плохих ящиков. Неужели их тут нет? Добавить не может. В каждом уровне есть ящики, из которых весь заезд приходится переигрывать. Вот, например, козёл такой. Собрал парочку, чтобы потом меньше заморачиваться. Так, уже больше половины ящиков. А, вот этот надо не забыть будет. Так, тут собрали. Тут собрали. Чё-то 12 коробок. А, ты нахрен вздеваешься. Да я нахрен вздеваюсь, да? 80 штук осталось. Надеюсь, они все на месте. Хотя, впрочем... Думаю, золото даже и без них будет. Чё-то будет здесь вот. Так, 5 коробок. 4. 4 коробки ещё будет? Впереди. Там будет ещё одна. Там ещё через прыжок одна. Две штуки. Ага, есть. Прекрасно. Замечательно. С первой попытки. Я только в трубах. Со второй попытки пока что прошёл. Реликт. Ну, там из дождя много напропускал. Новый рекорд. Даже без этого он там сохраняет. Можно, конечно, где-нибудь сохранить, но... А смысл. Какие-то загадочные пещеры у нас. Мистер Кейвс, вроде как. Так, и нам остался четвёртый уровень. Последний. Такого типа в этом... В этой зоне. Естественно, монетка. Канализационное шоссе. Или как оно у меня называлось? Шоссе в трубе. Как-то, по-моему, внизу нет. Нет, она наоборот наверху. Серьёзно? Ага. А, куда я её выкинул? Воу! Так, ну окей, буквы найдены. Теперь осталось совсем по мелочи. Всего же нахрен собрать их. То есть вот эта штука, которую я сейчас запустил. Если её запустить, когда от 0 до 9 вумпов, вампу, как они правильно там называются, то она будет преследовать первого. Ну и случайно ещё кого-то по пути захватывать. Иногда. А если её с десятью, то она просто за всеми, кто впереди, будет гоняться специально. Один раз, я помню, играл не эту битву, ну, не сюжетную часть, а просто аркадные гонки. И там я запустил эту штуку, и она просто... Ну, обычно она ушатывается от первого, а там что-то сломалось, что-то пошло не так. Я она просто пошёл по второму кругу ещё всех семерых. Погрызла немножечко. Это было забавно. Её же ещё видно по карте, когда я сейчас запущу. Можете обратить внимание, если хотите. Если там будет достаточно расстояния, конечно, чтобы её успеть увидеть. Хм, в принципе, вроде и не сложно это делается. Окей. Я всё равно полкруга их обогнал. Най-ха! Синяя монетка. Медалька, как я правильно назвать, я не знаю, токен. Я их всегда монетками называю. Никому от этого, мне кажется, плохо не станет. Уи-и-и-и. Заезд на реликвию. Начинается у нас... 65 ящиков. И тут важно на первом круге, желательно... успеть... суметь попасть вот в ту сокращалку. Потому что там ящики. Что логично. Давайте через низ. Вот тут можно пропустить ящик. Чтобы будет неприятно. Отлично. Теперь главное не облажаться здесь. Так, потом придётся, конечно же, поискать. Те места, где я напропускал сейчас. Ну, как поискать. Я имею в виду, поостанавливаться. Пособирать ящики. Что тут не сделано, чтобы чисто, может быть, с первого раза проехать. То есть, на каждом круге собирая по одному ящику в тех или иных местах. Отлично. Вот здесь вот, например, я помню. Давайте даже вот так вот сделаем. И вот одно из мест. Которое я успешно имел в виду. Так, лучше собрать заранее. Да один за секунд, всё ещё. Казалось бы, какого хрена. Так, поверху и вот сюда. Вот так вот стоит всё-таки сделать. Хоть я и потратил больше двух секунд, и на это я так подозреваю. Да быстро езжай за этой коробкой. Гонзи-хутища. Две коробки. Ага, вот одна. И одна прямо у финиша, по-моему. Эх, не успел. Ну, как я уже говорил, я не буду стремиться на платину всякую. То есть, вот тут спокойно можно добиться платина. Сейчас мы даже увидим, сколько там наверняка 45 секунд или 46 чистых. Но это не моя цель. Сколько же там надо было? А, ну ага, 37. Это, походу, надо идеально пройти. Я помню, что я в первых двух комнатах добивался всю платину. Но... В третьей, четвёртой уж точно нет. В одном уровне я не мог даже золото получить. А нет, золото мог. Это я не в том месте, я не мог пройти уровень. Вот тут не мог, всё нормально. Да, всё. Советы у нашей маски кончились. После битвы. И фиолетовая монетка. Собрать каждый кристалл в арене, before the time runs out. If you can get them all, you will win a prize. И тут у нас нужно собрать 20 кристаллов. Такую забавную музычку. Скажу по секрету, эта музыка будет в титрах играть. Я вот только сейчас, да, это такое... Ну, заметил эту информацию, скажем так. Давайте сверху соберём. Ага, соберём, конечно. Ну, времени тут, на самом деле, достаточно. Окей. Эй, чё-то вообще... Так, чё-то сейчас не пройду. Стоп, а где ещё? Вот тут ещё кристаллик. Где я пропустил? Ага, вон он. Ну, успел. Конечно, такой себе результат. Всего лишь 95 сотых секунды осталось. 95% от одной секунды. И мы получили пурпурную монетку. Фиолетовую, сиреневую, как хотите. И отправляемся сохраняться. Заканчиваем первую зону. Вообще. И я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч в следующих сериях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...